Всем привет, друзья! Это распаковка для портала Игры и Игрушки. И сегодня мы на столе вот такие химические опыты от компании Ракета. Это у нас волшебное дерево, выращиваем кристаллы и вулкан. Рекомендуемый возраст для каждого набора 10 лет плюс. Это у нас опыты в домашних условиях. С обратной стороны показывают, какие еще есть опыты из этих серий. Морозные узоры, корона в кристаллах, сад кристаллов. Также на упаковке есть предостережение и информация по оказанию первой медицинской помощи. Но если все делать правильно и аккуратно и под присмотром взрослых, то все у вас будет в порядке. Итак, давайте откроем наборчики и посмотрим, что входит в комплект. Набор волшебное дерево. На самой коробочке у нас есть инструкция, что нам понадобится для опыта. А также дополнительно, что нам нужно взять дома. А именно пол-литровую баночку, сухую веточку, столовую ложку вазелина и одноразовую тарелку. Также здесь описан ход работы, все по пунктикам. И информация для родителей по технике безопасности. И вот такой пакетик у нас есть внутри. Предостережение о работе с красителем. Вот наш пищевой краситель. Нервный стаканчик, деревянная палочка, пластилин, красивые прозрачные камушки, пищевая соль и одноразовые перчатки. Интересно то, что вы будете использовать ту веточку, которую выберите именно вы. И вырастите именно то волшебное дерево, которое вы захотите. И здесь у нас пример, как это будет выглядеть. Второй набор это выращиваем кристаллы. С обратной стороны нарисованы, какие еще можно цвета вырастить. Синие, красные, зеленые и желтые. Здесь у нас красные будем выращивать. Здесь у нас подробная инструкция, что дополнительно нам потребуется. Ход работы. Нарисованы картинки. И вот что находится у нас в пакетике. Тут у нас камушек, шерстяная нитка и салфетка. Нервный стаканчик, ложечка, одноразовые перчатки. Предостережение, как работать с пищевым красителем. И вот наш пищевой краситель красный. И это у нас дигидрофосфат аммония. Плюс вам потребуется 150 мл кипяченой воды, альбомный лист, канцелярская скрепка, два пластиковых стаканчика по 100 мл, которые вам нужно взять дома. И в итоге вы сможете вырастить кристалл. И так как я в перчатках, то вы наверное догадались, что сейчас мы будем делать химический опыт. Вулкан. Здесь также на коробочке инструкция, ход работы и что дополнительно нам потребуется. Это у нас пищевой краситель, алибастер, мерный стаканчик, деревянная палочка. Передостережение, как работать с пищевым красителем. Одноразовые перчатки, которые нам уж не пригодятся. И пищевая сода. Для начала мы изготавливаем макет вулкана. Сворачиваем листик в виде конуса. И чтобы он не разворачивался, проклеиваем его скотчем или клеем. Обрезаем нижнюю часть конуса, чтобы он ровно стоял на поверхности. Теперь срезаем верхнюю часть конуса, это у нас будет кратер. И помещаем в нижнюю часть. Замешайте в стаканчике алибастер с водой до получения вязкой массы. И добавьте для цвета пищевой краситель. И пока алибастер не застыл, обмажем им стенки вулкана и его кратер. Учтите, что кратер должен быть герметичным. Поэтому следите, чтобы все было тщательно промазано алибастером. Когда алибастер высохнет, примерно через пару часов, макет будет готов к использованию. Теперь насыпаем в кратер вулкана примерно чайную ложку пищевой соды, заполняя при этом лишь треть кратера. Наливаем в мерный стакан 10 мл уксуса. Теперь приведем вулкан в действие. Будьте осторожны, не наклоняйтесь низко над вулканом, так как кислота может разбрызгиваться. Почему так происходит? Сода вступает в реакцию с уксусом, при этом выделяется углекислый газ. Из-за этого смесь выползает из кратера и стекает по вулкану. Вот такой был интересный опыт от компании Ракета. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал Клуб Игры и Игрушки. И до встречи в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok